Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молковой. Заканчивается третья учебная четверть в школах, скоро начнется четвертая. Перед выпускниками будет стоять очень серьезные задачи. Нужно сдать ЕГЭ, нужно подать заявление в ВУЗы. О том, как идет подготовка к единому государственному экзамену, мы будем говорить сегодня. И у нас в гостях Галина Арзамасцева, директор Центра новых образовательных технологий, руководитель Центра обработки ЕГЭ. Галина Юрьевна, здравствуйте! Добрый день! Галина Юрьевна, на каком этапе сейчас подготовка? Понятно, что у школьников одни задачи, у вас, как у организаторов, другие задачи. Ну, в общем-то, говорить о слове подготовка, наверное, уже не стоит, потому что ЕГЭ начался вчера. Вчера начался досрочный этап единого государственного экзамена. Успешно он прошел в технической части в школе номер 38 города Чебоксары. Он стартовал в виде экзамена по математике. Правда, участвовали всего два выпускника. А кто сдает досрочный единого экзамена? Сейчас разъяснили. В основном досрочные экзамены сдают выпускники прошлых лет. Те, кто хотел бы изменить как-то свою судьбу, может быть, не понравилось учиться в УЗИ, а может быть, не получилось поступить в этом году. Кто-то вернулся из армии поздно осенью и не смог подключиться к этому процессу. Но с этого года впервые совершенно в свободном режиме могут участвовать в этой процедуре и выпускники текущего года, если они успешно закончили обучение к этим датам. Что это значит? Что значит, что до 1 февраля они должны были бы закончить обучение. В этом году есть какие-то отличия в процедуре проведения единого госэкзамена? В отличие от 2015-2014 годов? Вы знаете, для школьников, в принципе, никаких изменений нет. С точки зрения только уменьшения количества тестовых заданий, вот я могу сказать, их становится все меньше и меньше. Такие пресловутые тесты, угадайки, попал, не попал, да? Они сокращаются из года в год, их становится все меньше и меньше. Но, собственно говоря, ребятам они уже не особо интересны. Появилась историческая эссе по истории. Ну, это все в рамках же изменений, которые они представляют себе. Что касается технологий, она прежняя. Ребята приходят, получают свой конверт индивидуальный, скрывают его и работают. Принципиальным интересным моментом для организаторов является следующее. С этого года стартует форма работы, она стартовала у нас в досрочном этапе, как и во всех пунктах проведения в России в досрочном этапе. Это возможность распечатки контрольно-измерительных материалов, то есть, собственно говоря, заданий прямо непосредственно в аудитории. То есть, в каждой аудитории стоит комплекс, это принтер, специально подготовленный компьютер, при помощи специальных ключей, технологию все рассказывать не буду, но есть специальные ключи, вот токен называют, подключает член ГЭК, персональный. И с диска считывается для каждого выпускника его персональный вариант. То есть, раньше скрывали пакеты? Да, было очень неудобно чем? Тем, что, например, вот, опять же, завтра заявлены, скажем, 10 и 12 выпускников, пришли трое и четверо. Разница огромная. Конвертов с кимами будет на 10 и 12. А сейчас не так. То есть, конверты, они, конечно, будут, но кимов там не будет, а это по 6-7 листов. Сколько бумаги мы экономим получается. То есть, ребята, может быть, это не принципиально, а для страны это здорово. Вот. Ну и еще одно интересное новшество, которое тоже ребята не чувствуют. То есть, они получили свой ким, сели и ответили. Вот как вчера девочка с мальчиком ответили, и все. Сложили и ушли домой. И ждут своих результатов. Что касается нашей работы, вот, организаторов, то дальше идет тоже очень интересный момент. В этом пункте, в досрочном пункте, стоит уже установленный скоростной сканер. И изображение их ответов сканируется прямо в школе. То есть... То есть обработка результатов быстро. Обработка идет, да, прямо в школе сканируется. И тут же идет изображение, эта картинка его идет к нам в РЦОИ, в региональный центр обработки информации. Как это удобно, я сейчас очень просто объясню. АллатРь. Наш крайне южный, так сказать, город. В нем тоже сдают ребят АллатРского района. АллатРя, скажем так, приличное количество ребят. Они написали, это надо все собрать и привезти для обработки. Время очень большое. Здесь достаточно все это отсканировать. И спокойно мы уже изображение получили, начали с ними работать. А, собственно говоря, так сказать, их работы уже, в общем-то, никому не нужны. Уже, да, уже даже можно быстро получить результаты, баллы какие-то почитать. Конечно, да. Галина Юрьевна, вот очень много в прежние годы там были претензии, что вот задания появляются в интернете, на Копчатке сделали, там в Москве посмотрели, там подсмотрели, как-то шпаргалки какие-то использовали. А в Петропавловске, в Камчатском полночке. Да, 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 говори. Вот, как это решается, вопрос. И, насколько я знаю, в прошлом году вообще все вопросы, по-моему, были где-то опубликованы, можно было порешать, и уже потом, да. Значит, отвечу сначала на первую половину вашего вопроса. Значит, что касается появления контрольно-измерительных материалов в интернете. Были периоды, открывать не будем, действительно, это было до 2013 года, особенно в 2013 году, когда вот такая большая информация сливалась, будем так, в кавычку скажем, в интернет. И попытки поискать похожие материалы, они давали свой, как говорится, результат ребятам. Кому-то попадал вариант тот же, Камчатский, предположим, его назовем. Решались. Были даже целые какие-то там помощники в интернете, ВКонтакте, там, в Анна Классиках, эти самые объединялись студенты, давай поможем. Но я считаю, что это не помощь. Лучше я отвечу на свои 63 балла, но я знаю, я настолько знаю, нежели мне кто-то решает на 80, а потом я пришел в технический вуз, и извините, что же я там делать-то буду со своими настоящими баллами. Вот. И с 2014 года все, значит, наши территории, они зонированы, и выпускаются контрольно-измерительные материалы, ну, собственно, задания, относительно каждой зоны, и не повторяется. То, что пишем мы в Татарстане, не повторится, в Удмуртии или, скажем, в той же Камчатке, у всех персональные свои данные. Но, вот уже ответ на второй вопрос, абсолютно все материалы, база данных и заданий находятся на сайте Федерального института педагогических измерений, ФИПИ его называют, его совершенно спокойно можно открыть, выйти на него, я думаю, никакой рекламы не будет, если скажу, что наш сайт, сайт, значит, сопровождения ЕГЭ, ег21.ру, с него можно спокойно выйти на сайт ФИПИ, и каждая, значит, дисциплина имеет свой банк заданий. Пожалуйста, готовься, потом сдавай экзамен. Да, 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 все задания по математике, как в 11, так и в 9 классе, они находятся в свободном доступе. Галина Юрьевна, такой философский, может быть, вопрос. ЕГЭ работает давно, Чуваша, пилотный регион по внедрению ЕГЭ была в свое время, да, но до сих пор ходят разговоры, что надо ЕГЭ отменять, что вот бывший советский экзамен, это действительно лучше, чем сейчас. Как вы к этому относитесь, как вы считаете? Вы знаете, когда ЕГЭ начался, Единый государственный экзамен, вот этот проект, он был сначала, значит, экспериментальный, я работала директором школы, вот, любимой своей школы, и сама ребят водила, и, вы знаете, я реально видела результат, самый главный результат ЕГЭ, когда ребята очень способные, талантливые, но не имеющие возможности, скажем, попасть в лучшие вузы по той простой причине, что, а вдруг я туда не поступлю, а вдруг я зря съездил. А я бы хотела и в питерский вуз, и в московский, и, может быть, нижегородский, но в три вуза сразу я не могу попасть, потому что в разное, в одно время, или просто финансово, и мои родители это не могут, значит, мне обеспечить. Но когда вот этот вот момент свободы доступа пошел, замечательные ребята, прекрасные ребята закончили, они уже давно закончили, успешные, я их просто многих знаю, и они очень благодарны именно этой форме доступности. Единый госэкзамен позволил, значит, открыл нашим ребятам из глубинки возможность учиться в лучших вузах страны. Второй момент здесь, я считаю, это момент того, что мы все-таки, как бы его ни ругали, этот экзамен, он нам показал в большей степени, пусть не на 100%, но на 85-90%, реальную картину наших знаний. Спасибо большое, Галина Ильевна, что пришли и ответили на наши вопросы. Я напоминаю, что сегодня о ЕГЭ-2016 мы говорили с директором Центра новых образовательных технологий, и руководителем Центра обработки ЕГЭ Галины Арзамасцевой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин